Адвокат Рубен Маркарян, защитник Рача Арутюняна, согласился сегодня поговорить в Сивилнет и рассказать о текущем положении дел. Добрый день, Рубен Валерьевич. Добрый день. Спасибо, что вы согласились с нами поговорить. Я бы хотел уточнить, в связи с тем, что физическое состояние Рача Арутюняна было довольно тяжелым на момент, когда мы его все видели по новостям и так далее. Можете подсказать, как он себя сейчас чувствует? Насколько себя можно чувствовать в местах лишения свободы, нормально. Медицинское обслуживание он получает. Насчет тяжелого его физического состояния, я бы, наверное, не согласился. В большей степени это было состояние морально тяжелое, а не физическое. Он физических травм не получил, таких, которых можно было бы получить при таком ДТП, в который он попал. В зал суда он был доставлен в женском светостом халате. Есть ли какие-нибудь сегодня версии, с чем это было связано? Ну, я уже по этому поводу высказывался и назвал бы эту историю системным наплевательством. Здесь не было какого-то злого умысла, который некоторые могли бы там увидеть. Что как бы специально, чтобы унизить человеческое достоинство, человека доставили в женском халате. Нет. Конечно, такого не было, и это не имело никакого отношения, тем более, к национальности. Как вот я читал в прессе, что какие-то злые языки над этим, в общем, куражатся. Просто получилось, что во время ДТП, естественно, ему была, после ДТП ему была оказана медицинская помощь в больнице. И врачи обычно не церемонятся с одеждой, когда человек попадает в ДТП. Он просто разрезает, ее не снимает. Ну, как понятно, во избежание там дополнительных травм, вдруг перелом или еще что-то такое. Поэтому его одежду фактически уничтожили в больнице. И что там было, видимо, дали ему этот халат в связи с тем, что осмотр там, прочее. Ну, опять же, он был в медикаментозном сне, насколько я знаю. Его туда вывели по приезду следователя, которому очень срочно надо было произвести допрос подозреваемого и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Почему? Потому что с момента задержания человека 48 часов, по-моему, до предъявления обвинения его можно держать. И получается, следователь за него отвечает. Ну, как бы, следователю, как понятно, удобнее отдать его в систему Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы там о нем заботились. Потому что сам следователь физически этого делать не в состоянии. У него другая задача. Но закон возлагает, получается, ответственность на эти 48 часов или на какое-то короткое время на следователя. Надо заботиться, надо обеспечивать и медицину, надо обеспечивать питание. И поэтому следователь обычно старается как можно быстрее отдать человека в ведомство в СИН, где о нем действительно заботиться будут. И вот здесь получилось так, что следователь проявил, так сказать, расторопность и побыстрее попытался отправить человека в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, так как Грача находился в больнице. Произвел допрос и дал команду на то, чтобы его ввезли в суд для избрания меры пресечения. Ну, под конвой. А вот догадаться о том, что в какой одежде он поедет, вот следователю в голову не пришло. И я здесь вижу нарушение, потому что, ну, другого ответственного лица нет. Потому что конвойные, ну, те, которые полицейские, они отвечали за охрану. Больница, ну, что дала, то дала. Странно, что у них не было какой-то мужской одежды, да? Ну, вот оказался вот такой халат у них там. Вот. Все остальные лица, они к этому участия принимать никакое не могли. А вот следователь, он должен был, по идее, сказать, агенте подозреваемого во что-нибудь прилично мужское. Но ему это в голову не пришло. Он торопился по своим другим неотложенным делам. Так и получилось, что Рутюняна в суд привезли, а там уже пресса. Это камеры, видео, фотоаппараты. И все это было преподнесено, как вот, видите, в какой одежды он приехал. Это, я еще раз повторюсь, вряд ли это был какой-то злой умысел. Это просто было наплевательство конкретных должностных лиц на то, что, ну, человек должен выглядеть достойным образом, несмотря на то, что он подозревается в совершении такого преступления. Оно не тяжкое по своей природе, но оно тяжкое по последствиям. Как мы знаем, 18 погибших – это немало. Поэтому, видимо, следователю в голову не пришло как-то заботиться о своем, так сказать, задержанном. Вот что произошло. Ну и, соответственно, сейчас, ну и до меня адвокаты, которые были, они подавали жалобы, подавали жалобы на конвой, насколько я понимаю, и на больницу, вот, я со своей стороны готовлю жалобу на действия следователя, потому что я считаю, что это в его обязанности было следить за задержанным, потому что он единственное должностное лицо, которое, в общем-то, уполномочен это делать. Ну, а судье тоже не надо забывать, потому что порядок в зале судебного заседания за порядком следит, помимо приставов за общественным порядком, судья, в общем, организует все это дело. И судья, когда увидел обвиняемого в клетке в женском халате, в принципе, тоже должен был сказать, что это он у вас в женском халате. Ну, судье это тоже в голову не пришло, потому что, ну, привезли, привезли, и что теперь? Ну, вот, пресса уже сфотографировала все, видимо, судья решил на это не обращать внимания. Вот поэтому я это и назвал системным наплевательством. То есть четко в законе не прописано, кто должен одевать или следить за одеждой подозреваемого. Ну, и после этого случая, видимо, пропишут, либо, во всяком случае, будут следить. А с точки зрения прав человека, как вы считаете, вот то, что его привезли прямо с больничной койки в зал суда, выведя его искусственным методом из медикаментозного сна, это нормально вообще? Ну, я считаю, что не было такой необходимости. Опять же, повторюсь, что это решение было следователем такое. Насколько оно было оправдано, насколько было действительно необходимо так срочно избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, ввести, ну, это, видимо, обусловлено было резонансностью этого происшествия. Не более того, здесь следователи, должностные лица, находящиеся под контролем, и дело на особом контроле находится, как понятно, с таким количеством жертв, они не сильно озаботились тем, что существует у задержанного какие-то права человека по сравнению с последствиями, которые произошли в результате ДТП. Вот эти вещи сопоставляя, видимо, права человека здесь немножечко, они, конечно, уступили свое место, ну, какому-то другому чувству. Понятно. А как вы считаете, вернее, подскажите нам, пожалуйста, поподробнее, на каком этапе сейчас находится расследование? Ну, как и было, на стадии предварительного расследования сейчас назначены экспертизы, и та, которая, основная экспертиза, которая интересует прежде всего защиту с точки зрения позиции, это автотехническая экспертиза, она назначена, но с результатами мы ее еще не знакомы, потому что она еще не закончена. Ну, вот, остальные, там, ряд экспертиз, это в основном медицинские. Ну, это, что касается последствий. То есть это должно пролить какой-то свет на то, были ли действительно тормоза неисправны, да, или о чем там речь? Да, один из вопросов, конечно, это об исправности тормозной системы, и ответ на этот вопрос эксперты, конечно, дадут, это несложно, были исправны или не были исправны. Потому что, если тормоза не были исправны, то здесь, ну, не стоит говорить о какой-то перспективе, как некоторые говорят, если они были неисправны, значит, полностью можно избежать ответственности за ДТП. Ну, статья 264-я так сконструирована, и правила дорожного движения таковы, что, в общем-то, достаточно сложно в результате ДТП, даже с неисправными тормозами, избежать какой-то ответственности, действительно сложно. Потому что есть еще один вопрос, да, а при такой системе можно ли было, ну, то есть при неисправных даже тормозах, это перед экспертом ставится вопрос, можно ли было как-то технически, физически избежать столкновения. Потому что, видите, как, пытаясь избежать столкновения спереди стоящими автомобилями, водитель принимает то или иное решение, уйти вправо, уйти влево, нарушить правила дорожного движения, допустим. Или как вот раньше в советское время, насколько я знаю, на автопредприятиях, самому приходилось там быть, были эти памятки, что в случае отказа тормозов на грузовых машинах водитель должен принять вправо. Здесь в данном случае водитель, как понятно, принял влево. Это не закон какой-то, да, такие были правила. Ну и вот, собственно, отказ тормозной системы, он будет влиять в большей степени, наверное, на обстоятельства, которые способствовали принятию того или иного решения. Было оно правильным или неправильным, это уже суд будет разбираться. А какие перспективы развития на данный момент? То есть, если примут, что тормоза были неисправны, то что из этого следует? И вот какой минимум наказания, какой максимум наказания, как вы считаете, по какому пути может пойти следствие? Ну, я бы не хотел комментировать результат, и результат экспертизы рано прогнозировать, и, собственно, тем более результат предварительного расследования. Наказание по этой статье до 7 лет лишения свободы, поэтому тут она известна, это пропечатано в Уголовном кодексе. То есть, даже при смягчающих обстоятельствах? Это на усмотрение суда. Смягчающие обстоятельства, ведь они влияют на наказание. То есть, ну, наказание, как понятно, есть две цели. Это из теории. Кара за совершенное преступление и создание условий для исправления осужденного. Вот исходя из этого, потому что судья уже определяет, ну, и принимая во внимание разные обстоятельства, которые могут быть смягчающими, так и отягчающими. В данном случае к смягчающим обстоятельствам, безусловно, будет относиться техническое состояние тормозной системы. Потому что, когда вы читали, наверняка в СМИ появилась информация, там разные версии, разные журналисты позволяли себе какие-то намеки, что это вот эти гастарбайтеры, они вот так вот ездят, они ездят и на красный, и на плохих машинах, обгоняют, и позволили себе какой-то намек, что и в данном случае человек просто вот ехал, и он таким образом обгонял впереди идущие машины, то есть торопился куда-то. Но это была версия, которая в порыве, так сказать, у некоторых людей возникшего гнева, у некоторых очень недовольны вообще всем, в том числе и работниками, гастарбайтерами, даже законами. То есть понятно, что недовольных очень много. И в данном случае, говоря о последствиях, что будет, каковы перспективы, я бы комментировать, в общем-то, не стал. Следствие закончится тогда, и посмотрим. Как Вы считаете, на данный момент, по Вашим впечатлениям, по ощущениям, какую роль национальность Ару-Цюняна на данный момент играет? Никакой. Совершенно? Ну, если только почитать средства массовой информации разной направленности, которые могут, так сказать, этот вопрос муссировать, а для следствия, насколько я понимаю, разговаривая со следователями и с надзирающими прокурорами, и с судьями национальностями, значения не имеет. В том числе и для большинства нормальных людей, которые смотрят телевизор и следят за этой историей, и, в общем-то, никакого дела нет до национальности. Потому что дорожно-транспортное происшествие и до Грача-Рутюняна люди попадали, и после него, и, в общем-то, и тяжкие последствия были. И если мы вспомним, в прошлом, по-моему, году на Минской улице в Москве, москвич, абсолютно, так сказать, понятной национальности, титульной, сбил на остановке несколько детей насмерть, а сам при этом был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Тоже никакого значения его национальность не имел. Просто вот ДТП, и суд уже разбирался, по какой причине оно было совершено. Там было совершено причине того, что пьяный сел за руль. Здесь, в данном случае, ну, а что говорить о национальности? Некоторые, конечно, спекулируют на этом, говорят, там, понаехали. Но это тоже к национальности не имеет отношения. Для тех, которые не любят гастарбайтеров, им все равно, какой национальности человек. Азербайджанец, армянин, курд, турок, месхитинец, абсолютно все равно. Главное, что понаехали. То есть, на какую-то предвзятость суда и так далее, на данный момент никаких таких звоночков на эту тему не ожидается, да? Насчет национальности нет, абсолютно. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Рубен Валерьевич. С нами был адвокат Рубен Варкарян, защитник Ряача Гарецюняна. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова